Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Вы знаете, вот эта вот идея, вброшенная некоторыми проазербайджанскими и протурецкими кругами у нас, что вот Россия не хочет открывать второй фронт. Не может себе позволить второй фронт в Закавказе. Я вот хочу спросить, о каком втором фронте вообще эти люди говорят? Что они считают, что Азербайджан на Россию нападет? Ну это же бред. Ну Алиев не самоубийца. О каком, собственно, втором фронте может идти речь? Но они вот усиленно пропагандируют этот тезис про второй фронт для того, чтобы, так сказать, ничего не делать в поддержку Армении. Ну это же бред. Какой второй фронт? Не будет никакого второго фронта. Россия, достаточно сказать, что у Азербайджана будут серьезные последствия. Азербайджан прекрасно понимает, что с ним будет, если он нападет на Россию. А если он нападет на Армению, и Россия, так сказать, исполнит свои союзнические обязательства, это то же самое будет. Нападение на Россию. Некоторые говорят, что Турция там войдет в Армению. Я хочу напомнить, что Россия ядерная держава. Не надо нам бояться использовать ядерное оружие, если до этого дойдет. То есть Турция должна знать, что ее вторжение в Армению приведет к ядерному удару, и от Турции вообще ничего не останется. Надо вот так вопрос ставить. Турция должна знать, что у нее нет шансов, если она вторнется в Армению. Поэтому вот эти все байки про второй фронт, это специальная такая обманка для того, чтобы Россия не поддерживала Армению. Продвигает эту обманку про азербайджанское лобби в России, ну и про турецкое тоже. И, к сожалению, очень многие повелись на это, в том числе и в МИДе. Поэтому я не вижу никаких особых последствий, если Россия подтвердит территориальную целостность Армении. То есть надо сделать такое заявление. МИД России должен сделать такое заявление, что в связи с вот этой, значит, сейчас обсуждением в России возможности нападения Азербайджана на Армению, Россия подтверждает территориальную целостность Армении. И, значит, предпринят все действия по обеспечению безопасности Армении в случае, если на нее будет совершено нападение. Как это предусмотрено двусторонним договором, вот, нашим с Арменией. Так что, если это сделает заявление, то у Пашиняна уже пропадет возможность вот людей за нос водить. Он же чем спекулирует? Что, мол, сейчас война будет, надо сдавать территории, вот, соглашаться на условия Азербайджана. А если вот Россия сделает такое заявление, как он будет говорить такие вещи? Не будет он такие вещи говорить. Россия должна взвесить на чаши весов, что для нее важнее. Сохранение позиций, геополитических позиций в Закавказье или вот торговля нефтью с Баку. Или там газом, я не знаю. Интересы РЖД, которые там железную дорогу хочет через Азербайджан построить. Вот иранцы не очень хотят там этот участок достраивать, железные дороги. А вот РЖД очень хочет построить. За госсчет, кстати говоря. А Росатом очень хочет строить бесконечное количество атомных электростанций в Турции, вместо того, чтобы Дальний Восток электричеством обеспечивать. С моей точки зрения абсолютно ясно, что наши интересы безопасности на Кавказе перевешивают всю торговлю с Азербайджаном. Вот тут можно просто выключить всю торговлю с Азербайджаном, потому что у нас ноль с ним торговли. И, так сказать, мы потеряем гораздо меньше, чем мы потеряем, если будут нарушены наши интересы безопасности. Если Турция возьмет контроль над Закавказьем вместе с НАТО, и попрет дальше в Среднюю Азию.